Приходилось слышать и такую версию, еще раз хотел бы подчеркнуть, это только версия, что руководство ООН попросту, ну, как-то ревностно отнеслось к МАГАТЭ, посчитав, что успешная миссия руководителя агентства затмит усилия руководства секретариата ООН по регулированию некоторых чувствительных вопросов с Украиной. Ну, еще раз, не хочется верить в то, что такая конъюнктура возможна, и это даже не политизация, а просто какая-то, знаете, мышиная возня. Но если это так, то мы настоятельно призываем отложить в сторону подобные игры и все-таки проникнуться чувством ответственности за ситуацию с ядерной безопасностью на Запорожской АЭС, который украинцы продолжают день за днем проверять на прочность, просто, видимо, не понимая, что такое атомная электростанция. Российская сторона полностью разделяет глубокую озабоченность в связи с угрозами, преднамеренно создаваемыми Киевом для упомянутой станции. Еще никогда в истории действующие АЭС не подвергались столь регулярным и остервенелым атакам. Киевские любители взвинчивать ставки до конца даже не понимают, чем может обернуться их безрассудство и игра с огнем. Им совершенно наплевать не только на себя, но и на риски для соседних европейских государств. А европейские государства, соседние, видимо, находятся в каком-то таком ментальном параличе, не понимая, что происходит под их боком и чем это может завершиться. Вот не дай бог что, там уже будет не до политики, там даже будет не до продовольственного кризиса. Это будет совершенно другая история, совершенно другого качества. Там уже, знаете, не получится повыпендриваться с калининградским транзитом. Позакрывать границы, порассуждать по поводу того, сколько виз будут давать россиянам, сколько не давать. Как будут отменять Чайковского с Рахманином. Нет, там будет все по-другому, если что-то случится с Запорожской атомной электростанцией. Но это надо понять. А для того, чтобы понять, надо в какой-то момент начать думать. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...